Победителем в номинации «Самый низкий рейтинг» становится церемония вручения Оскаров этого года. По предварительным данным, опубликованным в понедельник, телевизионная аудитория воскресной трансляции упала до рекордных 9,85 миллионов человек. Это на 58% меньше, чем в прошлом году. Тогда церемонию посмотрели 23,6 миллиона зрителей. Однако утешением для телеканала ABC может служить то, что из-за пандемии коронавируса такая же судьба постигла абсолютно все живые вручения наград. Телеаудитории Эмми в сентябре и Грэмми в марте также стали самыми малочисленными в истории, а рейтинги февральских золотых глобусов были на 60% ниже, чем в прошлом году. Пытаясь привлечь зрителей и не нарушить мер безопасности, продюсеры Оскаров приняли ряд необычных решений. Церемония проходила в интимной обстановке с участием исключительно узкого круга номинантов и их гостей на историческом вокзале Union Station в центре Лос-Анджелеса. Это, однако, вызвало немало критики. Люди утверждали, что трансляция получилась скучной и непоследовательной, и называли её железнодорожной катастрофой и полным сходом с рельсов. Но были и моменты, которые запомнятся надолго, такие как вручение награды Хлоэ Джао за лучшую режиссуру. Она стала второй женщиной в истории и первой небелой женщиной, победившей в этой номинации. А её фильм «Страна кочевников» выбрали лучшей картиной года.